Мы рассчитываем, что скорость передачи данных в сетях третьего поколения можно довести до, так сказать, 85-100 мегабит в секунду на базовую станцию, существующую, так сказать, 7-6. Потому что технология во многом упирается уже не на хардвер, а на софтвер. Когда это может произойти, я думаю, что, так сказать, реалистично это там первый-второй портал 11-го года. Через год у нас вполне возможно будет подобная скорость. Но подобные скорости, опять же, материализуются в реальный пользовательский опыт, клиентский опыт только тогда, когда, так сказать, будут построены транспортные сети, соответствующие этому. И будут должным образом усилены интернет-узлы, связь, так сказать, с то, что называется заграничным интернетом, потому что во многом затык происходит именно там. Трафик пропадает в бутылочное горло, и у меня дома стоит оптоволоконный канал 100 мегабит в секунду. Когда я пытаюсь скачать что-то, например, там с того же iTunes, за границей, да, то реально я имею, так сказать, скорость там полтора мегабайта я скачиваю в секунду, где-то мегабайт-полтора, то есть там где-то реально порядка 7-8 мегабит. Все. Больше, а, так сказать, линию у меня 100. То есть никаких 100 мегабит я не получаю на, так сказать, даунлинке. Для того, чтобы я их получал, можно инвестировать в инфраструктуру, расширять ее, что, собственно, мы и планируем делать. Это такая, так сказать, достаточно системная работа, которая займет время, но при этом абсолютно необходимо ее выполнить. Ясно. Но вот вы еще сказали, что эта скорость сопоставима с тем, что сейчас реально может передоставить LTE, связь четвертого поколения. Значит ли это, что вы считаете, что сейчас пока еще рано переходить в четвертое поколение российских вторых операций? Смотрите, LTE, в принципе, отличается от 3G алгоритмом, по которому используется спектр, уплотнением. И главное отличие в качестве между LTE и третьим поколением – это так называемый latency. То есть latency – это задержка в открытии окна интернета. Если в третьем поколении, как в традиционном интернете, вы открываете страничку, сначала у вас появляется текст, потом фотография, потом заголовок. И так далее, то в LTE, по крайней мере, в тех тестах, которые я видел, появляется все сразу. Но опять же, 3G не стоит на месте, развивается софт, и проблема latency тоже к концу года будет решена. То есть будет очень похожая. То есть реально LTE начинает получать существенные преимущества перед третьим поколением при расширении спектра. То есть если у LTE и у 3G есть, скажем, спектра 30 мегагерц, полоса, то LTE и 3G будут иметь скорость порядка 500 мегабитлов. Если я беру HSP Plus, плюс все эти новинки, которые в 3G изобретены, а надо понимать, что производители оборудования отнюдь не забросили 3G. Для них это не является тупиковой технологией, они продолжают активно развивать и инвестировать деньги в развитие 3G, потому что сетей 3G построено огромное количество, и, естественно, операторы заинтересованы в том, чтобы делать апгрейд существующих сетей 3G, а не строить новую сеть LTE, которая просто новый полностью заново объем инвестиций, новый лейер базовых станций, антенн, радиомодулей и всего остального. Грубо говоря, в масштабах одной сравнимой по размерам частотной полосы скорость будет одинаковая. Разницы в пользовательском опыте будет немного. Разница начинается тогда, когда мы расширяем полосы, например, до 100 мегабит, и в полосе 100 мегабит 3G будет иметь, грубо говоря, 150 мегабит в секунду на базовую станцию. 100 мегагерц, наверное. Да, извините, 100 мегагерц. 3G будет иметь, скажем, 150 мегабит в секунду на базовую станцию, а LTE будет иметь 1 гигабит. То есть там уже совершенно другая. При расширении полосы абсолютно на порядок уже возрастает скорость. Но для этого нужно сначала обеспечить такую полосу. Для того, чтобы такую скорость обеспечить, 1 гигабит в секунду, нужна технология так называемая LTE Advanced, которая пока еще коммерчески недоступна. Будет доступна только, наверное, где-то к концу 2011 года, начало 2012 года. Эта технология предусматривает набор полосками из различных, так сказать, частей спектра, вот этих вот самых требуемых, так сказать, там 80 или 100 мегагерц. То есть части с 900, части с 1800, части с 2500, части с 2300 и так далее. Но для этого, соответственно, должны быть мультидиапазонные антенны, для этого должны быть мультидиапазонные устройства. Естественно, мир к этому придет. И наверняка мы увидим такие скорости, никаких сомнений в этом нет. И все идет к тому, что, так сказать, будут и мультидиапазонные базовые станции, и мультидиапазонные антенны, и мультидиапазонные устройства, которые будут работать во всем спектре частот от 700 до там 3500. Но это, так сказать, точно не вопрос ближайших, так сказать, двух лет. Это, скорее, мы говорим 12-13-е, там, и так далее, годы. Поэтому наша стратегия, так сказать, заключается в том, чтобы инвестировать и развивать сети третьего поколения, получать частоты лицензии разрешения на четвертое поколение LTE, строить опытные зоны. Соответственно, и как только, так сказать, будет дано лицензирование разрешения, начинать также строить LTE-сети, но развивать их гармонично с тем, чтобы, так сказать, максимальный эффект извлечь из 3G-сетей. Потому что, ну, мы должны идти, так сказать, в ногу со временем. Не имеет смысла давать, так сказать, скорость на базовой станции в один гигабит, когда, так сказать, нет возможности его потребить.